Девушки отдыхают Отлично, новогоднее настроение прям во все поля развивается, а ты как в этом плане? То же самое, прям безудержное новогоднее веселье и хочу-хочу дарить его всем-всем-всем. Что ж, давай не будем отвлекаться на посторонние темы и сразу будем заваливать тебя кучей вопросов. Я думаю, всем интересно узнать, откуда ты, кто ты и почему ты здесь сегодня. Итак, для начала расскажи о себе. Как говорится, если коротко, характер скверный, не женат. Понятно тогда, почему не женат. А если развернутый ответ, то зовут меня Сергей, как ты уже сказал. Живу я в таком городе, как Одесса, что на юге Украины находится. Мне 22 года я учусь в Академии связи по технической специальности. В общем, занимаюсь в основном учебой и по вечерам, когда есть свободное время, уделяю его Ютубу. Но это, скорее всего, уже пойдет немножко позже. А так, кроме Ютуба, то, что меня интересует, то, чем я занимаюсь, это в основном, конечно же, учеба, когда есть свободное время. Я, по-моему, уже в одном из своих видео это говорил, но не факт, что его все смотрели. Меня очень интересуют комиксы и их экранизации. Вот это тоже один из моих интересов. Ему я уделяю большое количество времени. О, как. Какие больше комиксы нравятся? Тогда попутно сразу вопрос. Marvel или DS? Больше, наверное, DC мне нравится, потому что их персонажи, они, как бы это сказать, они немножко серьезнее. У меня с ними лучше связь возникает, чем с персонажами Marvel. Вот у DC самый яркий персонаж, это, конечно же, Бэтмен. Все знают Бэтмена. Ну, судя по тому, как он выглядит, ну, далеко не яркий. Яркий-то, наверное, флэш. Ну, а, да. В этом плане, да, в смысле то, что когда люди представляют себе супергероя, наверное, у них сразу возникает ассоциация с Бэтменом. Ага, и Суперменом, скорее всего. Да, вот это... Самые популярные. Кстати, Бэтмен первый самый популярный герой, а Супермен второй, если верить официальным опросам. Не знал. И не только у DC, кстати, а вообще. Ага. Вот. Ну, в общем, это, скажем так, помимо видеоигр, это главные мои интересы. То есть ты следишь за всеми фильмами, которые сейчас выходят, которые будут выходить. А сериалы? Кот, Стрела. Сейчас вот закончились первые половины сезона Флэша и Стрелы. И некоторые из моих друзей спрашивают, какого чёрта, что сейчас вообще произошло во Флэше? Никаких спойлеров, никаких спойлеров. Я смотрел и Флэша и Стрелу. Поверить я не буду, но я просто так сижу себе и хитро улыбаюсь. А я знаю, что здесь происходит, но я вам не скажу. Я тебя после записи этой рубрики спрошу, что произошло с Оливером Квинном в конце. Ну что ж, мы немножко отошли так клёво в самом начале от темы. И давай уже рассказывай нам о своём канале. Чем ты занимаешься на своём канале? Что снимаешь на нём? Ну, начиналось всё с того, что я подумал, неплохо было бы рассказывать о технике в Battlefield 4. Потому что, когда я играл в BF3, я очень любил танки и БТР. Почему-то они меня очень тянули, они были довольно классные в BF3. И я смотрел, конечно же, ролики других блогеров. И мне показалось, что именно вот этого не хватает в нашем русскоязычном сегменте. Когда вышла бета BF4, я решил рассказать о танках, о том, как они изменились. Это, собственно, даже моё первое видео. Я до сих пор помню, как я его делал, как записывал. Но потом как-то танки не то, чтобы меня разочаровали в BF4, но я немножко отошёл от этой темы, потому что... Заслел. Ну, как это сказать? Не то, что танки стали хуже в BF4. Просто появилось столько всего, что может их убить в этой игре. Это и мины Слэм, и другие мины, и РПГ, СМАВ, бла-бла-бла. И ещё, не учитывая то, что у двух классов теперь есть С4, это просто дикий кошмар. И каждый раз, когда я сажусь в танк, для меня это плохо заканчивается. Я решил, да, буду-ка я пехотинцем. Я тебе больше схожу. Для тех, кто садится в танк, всегда плохо это заканчивается. Это какой-нибудь жхат-мобиль подъедет ни с того, ни с сего. Или горячо любимый мною ударный, мать его, самолёт. Это рукастый самолётчик сносит за один заход, по-моему, танк. Да, сзади подлетает, и вот так вот. Всё вот так вот, понятно. Что планируешь... Точнее, нет, не что планируешь. Давай сначала, когда ты создал свой канал, и что побудило тебя на создание своего канала? Создал я его, чтобы не соврать, когда стартовала бета BF4. Вот, я помню. Даже первое видео вышло спустя несколько дней после старта. Я немножко поиграл, немножко записал, решил, что я хочу вообще с этим сделать, и выпустил своё первое видео. Ну вот, одна из причин, которая меня побудила... Конечно же, я понимал, что уже есть куча людей, которые этим занимаются, и если делать точно так же, точно то же, что у них, то, наверное, это никого не заинтересует. Вот я подумал, а что если делать видео, допустим, о том, как лучше настроить игру в зависимости от конфигурации компьютера, чтобы получать заветные 60 фпс? Как настроить свою мышь лучше, чтобы это помогло людям ориентироваться в пространстве, скажем так, лучше целиться, как отключать ускорение мыши? Вот такие небольшие технические тонкости. И ещё одна тема, которую я раньше часто поднимал, это как контролировать отдачу вообще в BF4 и в других шутерах, потому что, ну, раньше мне казалось, что этого не хватает. Людям это понравилось, и это было, так скажем так, стартовой точкой, тем, с чего я начинал. Понятно. Ну, а какие планы на ближайший год, точнее, на тот год, который начнётся буквально через несколько дней? А, ну да. Я и не осознавал, что это уже так близко. Ну, продолжу, скорее всего, делать ролики по BF4, потому что, как недавно стало известно, её всё-таки будут дополнять новым контентом. Но об этом мы поговорим попозже. Да. Так что, наверное, сейчас не буду это сильно раскрывать. И также меня, кроме новых игр, которые я потихоньку начал включать в список контента, меня, помимо BF4, конечно же, интересуют другие игры, поэтому я решил, а почему бы не включать их в оборот канала, чтобы не терять зря время, когда играешь в какую-нибудь GTA V, условно скажем, когда она наконец-то выйдет, чтобы в это время не было никаких... Ну, то есть, чтобы канал в это время не простаивал. Почему бы не сделать видео по этой игре? Вот от этого я отталкиваюсь. И, конечно же, я жду Хардлайна, который выходит в марте. То есть, это будет ещё одна порция контента на канале. И ещё, наверное, осенью выйдет... Battlefront. Battlefront. Тоже ждёшь, да? Конечно, конечно. Я до сих пор помню, как у меня была в детстве ещё видеокассета с шестым эпизодом «Звёздных войн. Возвращение джедая». И у меня не было больше никаких фильмов, и я, по-моему, даже не знал о их существовании. Я чуть ли не каждый день пересматривал этот фильм и восхищался каждый день трюками, которые там творили. Потом уже я узнал, что можно ещё посмотреть 4, 5 и 6. Да. То есть, 4 и 5, 4 и 6. Ну, о трилогии приквелов я лучше упоминать не буду. Но вообще, так как это «Звёздные войны», и игра по «Звёздным войнам», да ещё и от DICE, то, конечно же, я её жду. Что ж, понятненько всё с твоим каналом. И если ты кого-то заинтересовал, то ссылочка на канал «Танксалота» есть в описании. Обязательно посмотрите, не ленитесь. Итак, мы поговорили о твоём канале. Тебе и теперь нужно раскрыть твою геймерскую историю. Когда ты пришёл в видеоигры? Какая была твоя первая игра? И, в общем, с чего начинался твой геймерский путь? Начинался он, наверное, с такой, наверное, не консоли даже, а приставки, как их раньше называли, Dendy. Это, ну, по сути, это китайская копия Nintendo японской. Ну, у нас она была очень распространена, и я уверен, что люди, которые выросли в 90-х, обязательно играли на этой приставке в Mario и в другие... Ну да, да. Это классический вариант старта геймерской истории. Ну, наверное, да, для тех, кто вырос в 90-х. И, наверное, те, кто всё-таки играл на этой консоли, точнее, приставки, хотя какая разница, собственно, помнят, были картриджи с надписями «Миллион игр на одном» и что-то в руче этого. Каждый уровень посчитали там, бесконечный. Да, на самом деле там было игр 10, они все повторялись, но довольно забавно было видеть надпись «Миллион в одном» на картридже, на котором, господи, мегабайт 20 памяти, наверное. Вряд ли там столько было. А, наверное, в те времена-то, когда игры ещё даже на дискетах распространялись. Да, змейка там. Если вот так вот представить сейчас, первая цивилизация, она же на дискете была. Серьёзно? Я даже не помню. Насколько я помню, первая цивилизация была на дискете. Всего-то 1,4 мегабайта нужно было для такой игры. Да, ну давай перепрыгнем вот этот приставочный сезон. Собственно, там у всех практически всё идентично. Давай лучше расскажи, когда ты перешёл уже на более современные, на более взрослые платформы. Ну, если считать более, точнее сказать, условно-современные игры, наверное, это был Battlefield 1942. Хорошее начало. Да, ну, он вышел-то в 2002-м, но я, конечно, начал играть в него не в то время, а немножко позже, спустя, наверное, года 2 или 3. Но самое интересное, что я играл в него не у себя дома, не в компьютерном клубе, а на уроках информатики. Мы вместе с друзьями ворубились, игнорировали то, что нам пытались что-то рассказать про программирование, про архитектуру компьютера. Мы просто себе играли, штурмовали Нормандию или сражались в Берлине. Вот. А после Battlefield 20... Ой, господи, 21... В 1942 я попробовал поиграть в самую первую Call of Duty. И это для меня была такая большая разница. То есть тогда в Battlefield не было одиночной команды, то есть ты заходишь себе в мультиплеер и развлекай себя сам. А тут заходишь в Call of Duty и тебя прямо ведут по такому эффектному коридору, все время что-то взрывается. Конечно, не так эффектно, как это сейчас в Call of Duty поставлено, но все равно на то время это штурм Сталинграда, это дом Павлова. Очень крутые воспоминания с этим связаны. И, по сути, это, наверное, были главные мои первые игры. Это то, что больше всего на меня повлияло. Наверное. Потому что в те времена у меня, честно говоря, даже своего компьютера не было. Я играл либо у друзей, либо в компьютерных клубах, либо, как уже говорилось, на уроках информатики, и выбор был небольшой. То есть это... Вот я, конечно, играл еще в некоторые, как там сказать, адвенчуры или экшены от третьего лица, но игры, которые больше всего на меня повлияли, это все-таки 19.42 и первая часть Call of Duty. Ну, от игр главных в твоей геймерской истории давай перейдем к играм ожидаемым. Кроме Battlefront и Hardline, и GTA 5, какие еще игры из грядущего года или даже грядущих годов ты ждешь? Ну, наверное, начать стоит с третьего Ведьмака, который должен был выйти в феврале, но его уже очередной раз перенесли, и меня это, честно говоря, немножко беспокоит, но все-таки... Я рад был этому, у нас в новости. GTA 5, Hardline, вот так нам хватит прям по горло. Плюс там еще Бэтмен выйдет, не забывай. А Бэтмен выходит в июне. А, в июне тоже перенесли? Да, его опять перенесли, это новый тренд. Давайте мы перенесем нашу игру. Три раза. Ну, пускай, хоть доработают. Будем надеяться, что они ее доработают. Да, пусть Ubisoft получится у этих ребят, что игры все-таки надо иногда переносить, чтобы довести их до ума, чтобы за один сезон три игры не провалить. Ну, да, вот в этом плане Ubisoft немножко облажались, скажем так, в этом году с Assassin's Creed Unity. И немножко смартфонами. Так как, по мне, они со всеми играми облажались в этом году, вплоть до Crew. Crew вроде бы вышел самый стабильный, самый четкий, но, как по традиции, у Ubisoft все плохо с мультиплеером. Я вот, к примеру, сколько уже прошло с выхода Crew? Почти полмесяца я ни разу не смог сыграть в PvP. У меня не собирается пати никакое. То есть, я так, побродяжничал, с друзьями поиграл. Ну, ладно, отойдем от Ubisoft, пока я не разошелся и не засрал их, чертовой матери. Потому что я, у меня накипело на них в этом году просто неимоверно как. еще какие игры из грядущего времени ближайшего у нас, у тебя, точнее, в голове вертятся? Ну, это тот же Batman, о котором мы уже говорили, который перенесли, к сожалению, на второе, если я не ошибаюсь, июня. И эта игра меня интересует, во-первых, потому что, как уже мы сегодня говорили, о комиксах, которые меня очень интересуют. И потому что это игра от студии Rocksteady, которая уже дважды доказала, что она может сделать очень клевую игру про Бэтмена с очень офигенной, не побоюсь этого слова, боевой системой. Я помню, когда первый раз сыграл в Batman Arkham Asylum, увидел эту боевку, это взаимодействие с окружением, со всеми врагами. Для меня это такой кайф был, такое удовольствие от этого получал. Это эти контр-атаки, это удары, скажем так, когда Бэтмен берет своего врага за шивороты, вталкивает лицом в грязь, ломает ему конечности. Ну, это немножко жестоко, конечно. Ну, блин, это круто выглядит. Это очень круто. И, конечно же, в новой игре будет Бэтмобиль наконец-то, и все любители серии Бэтмена, все любители фильмов Нолана наконец-то поездят на этом монстре. Ну, а если не считать Бэтмена, наверное, наверное, Division, конечно. Конечно, меня нет. Хотя даты релиза, по-моему, еще нет, но, скорее всего, она выйдет когда-то в 2015, и, ну, тоже игра, которая меня довольно заинтересовала, потому что вот тут тот самый ролик, который показали в прошлом году на E3, хотя он, наверное, был не геймплеем в реальном времени, а как это модно сейчас сделать, пререндеренный. Конечно. И разработчики это делают, а потом надеются выйти на это качество, но у них ничего не выходит, и все разочарованы, но будем надеяться, что у этой игры, в отличие от Watch Dogs, Assassin's Creed и... Far Cry Crew. Far Cry Crew. Я не хотел уже так сильно продолжать этот список, но будем надеяться, что у Division все будет хорошо, потому что это игра, которая выглядит довольно интересно, свежо немножко, хотя даже не немножко, а довольно многое нового, мне кажется, она может принести в жанр шутеров и ММО, и поэтому лично я надеюсь, что она выйдет хорошей. Ну, много должна была принести и Watch Dogs, так-то, если подумать. Но по прошествии этого года ко всем новым играм от Ubisoft, включая Watch Dogs и та игра, которую нам показали с офигенным разрушением... Rainbow Six? Да-да, я буду подходить к этим играм максимально осторожно и разевать рот на тех роликах, которыми они будут дразнить, нас я больше, скорее всего, не буду, что бы они там ни показали. Вот игра выйдет, я ее пробую и тогда сделаю для себя выводы, исправляется Ubisoft или нет. Ну, собственно, у меня сложилось такое же впечатление, даже если не брать в расчет Assassin's Creed и Far Cry, он меня, конечно, не то чтобы разочаровал, скорее, его оптимизация меня немножко подвела, но вот то, что мы увидели с релизом Watch Dogs, это, конечно, немножко печально. Это и рядом не стоит с тем крутейшим трейлером с Е3, который мы видели, с этими погодными эффектами, с динамическими тенями, с освещением, с кучей ботов, которые бродят по городу, занимаются своим делом. Это, конечно же, было разочарование. Ну и будем надеяться, что Division в этом плане не подведет. Понятно. Ну, давай от всех игр сторонних давайте перейдем, точнее, не перейдем, а вернемся к нашему, к нашей главной теме Battlefield. Точнее, к грядущему маппаку, наверное, так нужно назвать это дополнение, которое подарят всем владельцам премиум аккаунтов. Если, конечно, сделают, как разработчики сказали, мы вроде проведем опрос, а сделаем или не сделаем, это пока не можем сказать. Но, скорее всего, сделают. И такой вопрос, какие бы карты ты хотел увидеть в этом маппаке? И по твоему прогнозу, сколько их там будет? Потому что, мне кажется, что их больше четырех будет. Ну, не знаю насчет того, будет ли их больше четырех. Это, конечно, вероятно, но если смотреть на все DLC, которые вышли для BF4, и даже все DLC, которые выходили для BF3, их всегда было четыре. По четыре в каждом DLC, да. Ну, видишь, тут не будет добавления, скорее всего, никаких других плюшек, типа гаджетов, оружия, скорее всего, просто добавят карты, так что могут, возможно, растянут на два пака, кто их знает. Ну, да, если учитывать, что премиум календарь продлили на целый год, то черт его знает, что они себе напланировали. Но, возможно, это будет два DLC по два, точнее, по две карты, или два DLC по четыре карты, или одно DLC с четырьмя картами, и потом они начнут выпускать ночные варианты уже существующих карт, как они уже говорили, что они с этим экспериментируют немножко. Пока это все догадки, и... Ну, вот в твоих догадках, давай предположим, что будет два маппака по четыре, и вот какие ты карты там ждешь, допустим, в первом маппаке. Если брать первый, то, наверное, если определять общую тему этого DLC или маппака, то я бы хотел увидеть что-то вроде Close Quotters, который... Это DLC, которое вышло второе по счету для BF3, если я не ошибаюсь. Вот, мне кажется, оно сейчас нужно, BF4, потому что все карты из этого DLC были очень маленькие и тесные, но в хорошем смысле этого слова. Сейчас вот в BF4 у нас есть куча открытых карт с техникой, с вертолетами, танками и кучей всего другого, на которых полно открытого пространства. И если ты передвигаешься как пехотинец, то тебе нужно бежать черт знает сколько, и можно, не знаю, сбегать на кухню за чаем, пока ты доберешься до следующего флага. Ну, некоторые могут поспорить, что у нас есть DLC Dragon's Teeth, но из него, если честно, одна узкая карта есть, пропаганда. Кроме пропаганды, она, кстати, немножко открытая, если считать, вот это шоссе, которое проходит и расстояние между флагами, а жемчужный рынок, вот что я хотел сказать. она немножко напоминает зону затопления и она действительно тесная, но, конечно, у меня есть несколько претензий к ее дизайну, но все-таки это ближайшая карта по своему настроению, по своей тематике, которую можно взять, которая есть в BF3 и может претендовать на титул карты Close Quotters, скажем так. Но если, как я уже говорил, если определять тему общую первого маппака, который должен выйти, то я бы хотел что-то вроде Close Quotters, потому что именно тесных, маленьких пехотных карт сейчас не хватает, как мне кажется. Согласен. Ну, а взять второй маппак? Второй? Второй? Если вот так вот взять и окончательно решить, то, наверное, что-то похожее на DLC Aftermath, которая тоже выходила для BF3. Конечно, в таких играх, как Bad Company 2 и тех частях серии Battlefield, которые выходили раньше, тоже есть множество отличных карт, я в этом не сомневаюсь, но дело в том, что я не играл достаточно в эти игры, чтобы с уверенностью сказать, насколько я слышал, многие хотят вернуть из Bad Company 2 такие карты, как Port Арика и Вальпараиза, если я не ошибаюсь. Многие говорят, что это отличные карты, и если им верить, то, наверное, люди не пожалеют, если их вернут, но они, если я не ошибаюсь, отлично работают в режиме Rush, чего тоже, если честно, сейчас не хватает в BF4, но все-таки, если говорить, опираясь на собственный опыт, то это, во-первых, я хотел бы вернуть Восточный Базар, который тоже отличная пехотная карта, возможно, переправу через Сену, и буквально любую карту из DLC Aftermath, потому что они все без исключения шикарные. Вот для меня странно, что ты не назвал ни канал, ни Харк. Каналы это довольно спорная карта, потому что все хотят вернуть ее исключительно ради вот этой зоны, в которую нас закидывают в режиме TDM. Все хотят эти контейнеры, все хотят вот эти узкие проходы, но опять-таки, если нам дадут DLC Close Quotters, то точнее похожие на Close Quotters, то вряд ли кому-то захочется возвращаться на каналы, но посмотрим. Многие, судя по комментариям и судя по голосованию, хотят вернуть каналы, так что не исключено, что мы их получим обратно. посмотрим. Я был бы рад всем картам и был бы рад, если бы этих карт было очень много, потому что взять стандартные карты BF3, то они практически все просто обалденные. А почему добавили именно огненный шторм и коспийку, это кстати две карты, которые мне меньше всех остальных нравились BF3, я не понимаю. Но скорее всего их решили добавить, чтобы показать, смотрите, какая у нас классная песчаная буря, посмотрите, как баги этих карт перебираются с одной части в другую, я намекаю на метро, что там можно было лазить по потолку, но сейчас вроде справили, да? Кажется, да, и довольно быстро. Ну что ж, я напомню людям, которые сейчас нас слушают, что это всего лишь наши мысли не понятия не имеем, в каком виде будут выходить маппаки, будут они выходить по 4 карты, по 10 карт, нам совершенно неведомо. Что ж, отойдем от маппака и поговорим о том Battlefield, который мы сейчас имеем, а точнее о его стабильности. Удовлетворяет тебя ли сейчас игра по прошествии уже более чем года с момента релиза? Ну скорее всего не совсем она не удовлетворяет, если честно. Во-первых, это если оставить в стороне печально известный нет-код, это само техническое состояние, то есть стабильность игры, вылеты, на которые все довольно часто жалуются. Конечно, это довольно разочаровывает, потому что, как ты сам говорил, когда у тебя хороший раунд, когда ты на первом месте, когда у тебя классные килл-стрики, и тут бац, у тебя игра зависает, и тебе говорит Battlefield 4, не отвечает. Что-то пошло не так, он говорит. А, что-то пошло не так. Да, он сам не знает, что пошло не так. Что-то, а что, мне лень выяснять, дружище, сегодня не твой день. Это, конечно, очень разочаровывает, и хотелось бы, чтобы это исправили, и это работало, на самом деле, хорошо до последнего патча, или предпоследнего, я уже не помню, если честно. Но раньше... Патч, где ввели медпакеты измененные, вот до этого патча все было в порядке, даже с нетходом более-менее было все в порядке. Да, вот он самый. До этого все работало более-менее стабильно, хоть и регистрация была не фонтан, конечно, но все равно это было лучше, чем сейчас. Это, кстати, патч, который вышел на релизе Final Stand. Да, он это. Это он, точно. Понятия не имею, что они сотворились с игрой, но, честно говоря, было лучше, как ни странно. Я полностью соглашусь, потому что игра бывает виснет по нескольких раз за вечер, это очень печалит, а именно до выхода Final Stand с игрой у меня вообще по поводу зависаний вылетов не было никогда проблем. У меня за все существование Battlefield до этого патча игра зависла два, максимум три раза, и то из-за моей программы видеозахвата PlayClaw. Там уж, видимо, много-много записывал, там, отменял запись, включал записи, вот, да, это я понимаю, тут уже мозг вскипел у компьютера от меня, это понятно, но когда играешь без записи, только ShadowPlay в фоновом режиме работает, и игра зависает намертво и говорит тебе, что-то пошло не так за один вечер несколько раз, и вот с выходом этого патча у меня куча зависаний было, это неправильно. И еще одно очень спорное нововведение, как бы культурнее выразить свои мысли. По поводу медпакетов, нравится ли тебе вот эта задержка лечения 3 секунды и 6 секунд? Категорически нет, ни в коем случае. Я, если честно, не понимаю, зачем это сделали. Конечно, можно понять тех людей, которые говорят, что класс медика был немножко ебовый, с аптечкой, то, что можно чуть ли не мгновенно восстанавливать свое здоровье, но извините меня, в этом суть медика, в этом суть аптечки, чтобы лечить, восстанавливать здоровье. И не только свое. Они забыли то, что они лечат и других людей вокруг себя. Да, вот это самое главное. Ты лечишь не только себя, но и других людей, которые тоже страдают из-за этого изменения. И, конечно, если честно, можно как-то понять вот это изменение, что она 3 секунды после попадания в тебя не лечит, если очень напрячься и попробовать понять разработчиков. Ладно, черт с ним. Но то, что она не лечит 6 секунд после подавления, вот этого я хоть убей и не понимаю. А то, что тебя подавляют постоянно в БФ4 и у тебя постоянно размытый экран и ты все время не можешь лечиться, вот этого... Нет слов, одни выражения, честное слово. Ну, это дошло до того, что, играя за медика, оказавшись где-нибудь на поле боя один с 5 хп, если раньше ты кинул под себя аптечку, быстро восстановился и вернулся в бой, а на тебя, как обычно, нападает сразу несколько противников с разных сторон, то еще можно было им дать отпор. Сейчас же этого не произойдет. Пока ты пытаешься отличиться, к тебе придут и тебя убьют. У тебя просто нет шансов. Просто зарезали медика намертво, по-моему. И мне вроде на тех же доминейшенах, на тех же ТДМах больше всего нравится именно за медика или пулеметчика играть. Ну, вот из-за этого патча, наверное, больше теперь склоняюсь именно к пулеметчику, потому что медик стал немножко кастрированный. Да, кстати, я заметил, что в таких режимах, как доминирование даже, медиков стало намного меньше. Да, да. Одни пулеметчики, одни разведчики с карабинами, а медиков стало меньше. То есть, раньше люди жаловались, что их поднимают на 20 хп, а теперь смиритесь с тем, что вас вообще поднимать не будут. Нате, получайте, наслаждайтесь. Да, да. То есть, медиков теперь стало реально меньше. В общем, ты за то, чтобы вернули медиков к исходному состоянию, как я понимаю, да? Да, и я захожу каждый раз в БФ-3 поиграть, и я просто получаю неимоверное наслаждение от того, что я кидаю себе аптечку под ноги, и она меня сразу лечит. Понятно. Ну и давай поговорим еще об одном Баттлфилде, который ждет нас в ближайшее время, а именно о Хардлайне. Как ты думаешь, оправдает ли Хардлайн наши ожидания, или провалится он, либо станет просто вторым офигенным дополнением к Баттлфилду четвертому для нас, который крепко займет свое место в нашей геймерской жизни, либо придет, поиграем чуть-чуть, и так же он от нас уйдет. Как ты думаешь, что с ним случится? Ну, мне опять-таки хочется верить в то, что эта игра будет успешной. Как это будет на самом деле, мы действительно сможем узнать только после релиза. Но судя по роликам, которые уже выходили, есть у него некоторые сходства с БФ4, с БФ3, некоторые говорят, что это плохо. Хотя, на самом деле, все-таки это Баттлфилд, как ни крути, сходства будут. Та же механика, тот же движок, хоть это и игра про полицейских и грабителей, но все-таки, несмотря на вот эти сходства, которые имеются с уже существующими играми, мне кажется, вот эта тематика полицейских и грабителей в сочетании с новыми режимами, новыми гаджетами, она сможет вытянуть игру. По крайней мере, я хочу в это верить. Это будет свежо, довольно интересно, как мне кажется, это опять-таки мое субъективное мнение, и зрители могут со мной не согласиться. Но вот по тем впечатлениям, которые я получил после беты, которая была в июне, мне показалось, что эта игра может быть довольно интересной. Многие говорят, что это рескин, мод, или просто DLC для B4, за которое с нас хотят взять деньги, как за полную игру, но все-таки... на дополнение никак. Да, это масштабная игра, и... со своим миром, со своей историей. Да, и опять, вот, кстати, об истории, мне довольно интересно посмотреть, что они сделают с одиночной компанией, потому что, откровенно говоря, компания предыдущих Battlefield, не считая Bad Company, была так себе. Ну и, судя по тому, лично, что я увидел из компании Hardline, то, что нам показали, я... лично я настроен к скептической компании Hardline, потому что я больше люблю рельсовые шутеры, а там, как я понял, будут даваться локации, в которых ты либо пойдешь стелсить, либо пойдешь рашить какие-то задержания, там, прочее, но они, конечно, хорошо сочетаются со стилистикой, но все же мне больше интересны одиночные компании а-ля Call of Duty, нежели какие-то внутренние стелсовые сонные прохождения. Ну да, немножко они, наверное, взяли пример с Far Cry, с тем же фотоаппаратом, или что они там хотят ввести у себя в Hardline, но в Far Cry это реализовано довольно интересно, вот такие немножко рельсовости не мешало бы добавить, наверное, в Hardline. Это было бы эффектнее, красивее, динамичнее, что-то. Ну что ж, в любом случае мы об этом узнаем уже совсем скоро, осталось буквально три месяца до выхода Hardline, выйдет он, напомню, 17 марта, если не ошибаюсь, и перед этим еще будет одна открытая или закрытая бета, я думаю, мы также встретимся там обязательно, если я тоже не ошибаюсь, вроде будет. Да, скорее всего будет, и, наверное, открытая, по крайней мере, для владельцев премиума, мне кажется. Абсолютно бесплатная, но для владельцев премиума. И уже буквально через три месяца мы всю правду о Battlefield Hardline вам, естественно, расскажем, да и вы сами, скорее всего, большая часть вас окунется в этот мир и сама сделает себе, даст себе ответ на этот вопрос. Ну что ж, мы с тобой уже довольно много говорим, и пора, пора перейти к новогоднему, к новогоднему поздравлению, потому что это последняя вечерняя запайка в этом году, и тебе выпадает честь поздравить всех подписчиков, всех зрителей, которые нас сегодня смотрят с наступающим или уже с наступившим Новым Годом. Кто когда смотрит? Хочется, конечно же, пожелать всем, помимо везения вне компьютерной жизни, вне игр, таких как Battlefield, просто пожелать вам счастья и везения в Новом Году, чтобы все, что вы задумали, все сбывалось. Хоть как это банально не звучит, но все-таки всем приятно, когда сбываются их планы, сбываются их мечты, и они смогут осуществить то, что они задумали. А если возвращаться к нашей с вами игре под названием Battlefield 4, то хочется пожелать и вам, и наверное себе, чтобы ее наконец-то довели до ума, и когда мы заходим в очередной раз на сервер, чтобы не возникало никаких нареканий, и все смогли просто получить удовольствие от этой игры, и конечно же, удачи всем в Новом Году. Ну что ж, спасибо за поздравления, это я говорю наверное от всех зрителей, а зрители можете оставить свои поздравления в комментариях, друг для друга, для нас, для всех блогеров, для всех игроков, для всех разработчиков, и всех-всех людей в мире, оставляйте свои пожелания в комментариях. Спасибо, Сергей, что пришел сегодня ко мне, был очень рад с тобой пообщаться, послушать твою историю, услышать твое мнение, и напомню, с вами был Сергей, Танк-Салот, ссылка на его канал есть в описании, обязательно пройдите и посмотрите, какие чудесные видеоролики он делает. Что ж, на этом, пожалуй, все, всем душевного фана, и безудержного веселья на Новый Год, с вами был Схемов и Танк-Салот. Всем пока, и конец связи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова